Продолжение следует... 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 Мы вызывали милицию в тот момент, когда видели правонарушение. Допустим, один очень казусный случай произошел, когда женщина просто на площади Ленина одиноко сидела и билась головой об асфальтное покрытие. Это было весьма шокирующе. Тем не менее, работники милиции тут же подъехали, вызвали скорую. Я не знаю, конечно, не интересовался ее дальнейшей судьбой, но на меня это произвело неизводимое впечатление. Также самоработники милиции в случае выявления каких-то правонарушений звонили нам, мы выезжали и являлись понятными при этих правонарушениях. В настоящее время с помощью нашей организации работники милиции ведут отработку пунктов торговли алкогольными напитками. То есть, привлекая общественность для покупки приобретения той или иной продукции. Соответственно, если человек что-то приобрел, то есть повод спросить, правомочно ли проводится реализация того или иного продукта. Как Вы считаете, насколько позитивно данное патрулирование совместно? И долго ли Вы собираетесь продолжать это патрулирование? Ну, скажем так, я еще раз повторюсь, то, что мы реально работающие частные предприниматели и реально платящие наше налоговое обязательство, бюджет как государства, так и города. Те, скажем так, объекты торговли или объекты ведения какой-то деятельности, которые ведут свою деятельность не в соответствии с законодательством, то я не думаю, что эти темы будут считаться частными предпринимателями. Поэтому выявление недобросовестных налогоплательщиков так же само, скажем так, является одной из наших прямых функций. По одной простой причине, что на сегодняшний день нынешнее правительство анонсировало поднятие налогового пресса. То есть можно будет от этого страдать. Наша позиция такая. Ребята, выведите, пожалуйста, все объекты, на которых ведется деятельность, и с тени, а потом давайте сядем и посмотрим. Возможно, налоговое и налогоплательщики, еще один. Выведите экономику с тени, а потом посчитайте экономический эффект от этих действий. А как жители Днепротежинска реагируют на ваше совместное потребление с сотрудниками медицины? Днепротежинска реагируют на ваше совместное потребление с сотрудниками медицины? Редактор субтитров А.Семкин В тихом, спокойном месте находиться, понимаешь? А не там, где хреново. Вот в этом. А у меня ярость это то. Понимаешь, как говорится, я каждый день смотрю, когда моя женщина стоит возле телевизора на расстоянии полутора метров. Ой, взяли СБУ. Ой, взяли ТУР. Я извиняюсь, вроде малолеток же... Что это, блядь, за СБУ, которая ухитрилась пустить туда какую-то... Потому что вы знаете, вы с последней новостью знаете? Я прошу прощения, вы с последней новостью знаете? Ты моих нахер эти новости. Ну, я скажу, Турчина объявил анти... Ээээ... Антитеррористические акции. Сейчас со всех областей служатся ТМВД, служатся все туда. Именно Харьковскую луговую, Харьковскую интроиду, вот только эту структу положил. Харьков, Харьков спокойно. Они не знают, мы звонили и говорили, что вы не в курсе вообще. Они не знают, ничего нет, вообще ничего. Ребята, ну вы рассчитывайте на нашу помощь. Мне 64, ну извините, у меня ума. Я вам скажу, вот тут не тушь. Сделать то, что мы... Главное вот что будет. А я начался с ума, между прочим. Поэтому вам не говорите о том, что у вас не привыкать. Живец да нужен. У нас начертело, все уже. Тем более, астахерело то, когда лазер, знаешь фамилии, когда оно, зараза, ведет вражескую пропаганду, а я ничего не могу сделать. То же самое, то же самое, то же самое. Мы сейчас знаем, что в городе делается, да, что это делает. Мы не можем, вот, романская города делает, мы где-то в бою и с ними, со всеми. Ну не можем ничего делать. Почему? Потому что если мы взяли и делали все в законном порядке, мы должны это проводить, мы должны это показать, что это в законном порядке. Если я сейчас буду действовать его методом, так кто же я тогда такой? Я ж такой же самый, как пловный, да? В общем-то это звучит довольно красиво. Мне казалось бы правильным. Но, опять, мне просто приятно, говорится, что я единомышленнику увидел, извини, что говорится так. Просто я заведенный уже шел, до такой степени заведенный шел, что уже дальше некуда было. Но уже дошло до того, что прихожу, извините, в гараж, стоит старый козел, сторож который, понимаете? И вот зараза начинает это заново. Там что-то ворнякать, то же чего-то. А это нет. Я вам скажу, что... Я вам скажу! 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 Я вам скажу!